Божественная литургия, крестный ход и молебен в Екатеринбурге широко отметили праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. После соборного богослужения по центральным улицам Уральской столицы с молитвами, хоругвами и под колокольный звон прошли горожане и паломники. Подробности далее. Более четырех веков назад народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от интервентов. В память об их победоносном шествии екатеринбуржцы собрались в Свято-Троицком соборе. В церковном календаре этот праздник посвящен Казанской иконе Божьей Матери. Дело в том, что когда Нижегородское ополчение двинулось к Москве, к войскам присоединились казанцы, которые и принесли с собой список Казанской иконы Божьей Матери. Перед этой святыней особо молились воины, поэтому и победу приписывают заступничеству Богородицы. И мы этот урок должны памятовать и не разделяться внутри себя и помнить главное. В единство иногда сходятся люди разные для каких-то своих беззаконных дел, для какого-то разбоя. Но это не есть подлинное единство. Оно распадется, потому что на грехе ничего не может утверждаться и быть. Но подлинное единство жизни есть в Господе Иисусе Христе. Тогда, когда мы, следуя за Христом, научаемся видеть в ближнем своем образ Божий. Этот образ обычно пребывает в Казанском храме при Институте бизнеса. Икона – копия одного из старинных списков, которые пребывают в Петербурге. И вот в День народного единства в главном соборе епархии жители Екатеринбурга молятся у иконы, как некогда их далекие предки в 17 веке уповали на помощь Богородицы. От нас ожидает Господь и Матерь Божия какую-то верность, доверие Пресвятая Богородица. Многие пытались сохранить, преобразовать, благоустроить, реформировать твою страну, твою землю, Русь. Пусть сама, Пресвятая Владычица, и мое сердце, и мой ум, и народ наш отформатируй так, чтобы мы не шли против Бога. В Крестном ходе вместе с духовенством и мирянами прошли воспитанники воскресных школ и ребята из патриотических объединений. Также люди шли целыми приходами и семьями. Финальной точкой маршрута стал храм на крови. У церкви был совершен молебен. Несмотря на холод и снег, люди обращались к Матери Божией со своими просьбами и благодарностями. Хотим изменить мир и хотим сделать, чтобы жизнь в нашей стране наладилась. Наладь жизнь своего сердца, своего ума. Приведи свои мысли в соответствии с заповедями Божьими. И Господь будет тебя слушать. Господь будет вокруг тебя созидать свой мир. А если ты будешь не один, вот как у нас сегодня, слава Богу, не один, не два и не тысячи человек, у нас много, то Господь слушает и совершает удивительное для нас чудесное явление. По некоторым данным, в молитвенном шествии приняло участие около трех с половиной тысяч человек.